В Тверской области более 30 тысяч самозанятых. Среди них начинающий столяр Алексей Голанцев. Он оформил самозанятость и открыл столярную мастерскую. Молодой человек занимается производством деревянных разделочных досок и миннажниц. Как любимое дело начало приносить доход, мастер рассказал нашему корреспонденту Наталье Чекет. Где заняться столярными работами, к Алексею Голанцеву пришла спонтанно. Молодой человек хотел научиться точить по дереву. Своё дело он организовал вместе с отцом. Так что, по сути, это семейная мастерская. Я же добыл станок токарный, начал его переделывать. И дальше это вышло в такое, что мы решили купить станцию. Постепенно стали появляться какие-то заказы небольшие, расширяться о своем семе. В мастерской изготавливают разделочные доски, миннажницы и винные столы. Материал – древесина лиственных пород. Дуб, карагач, бук, ясень или клён. Как рассказывает Алексей, дуб и клён создают красивый рисунок, похожий на шахматную доску. Когда мы делаем мебельный щит под доски, ты уже исходишь из того, сколько досок получится из этого щита, какой формы. Кругая доска, либо прямоугольная. Под разделочной доске, в принципе, подходит доска без крупных трещин. Рисунок красивый на досках, потому что, когда ты покрываешь маслом, рисунок проявляется, подчеркивается сильнее. Это не массовая продукция, и ты стараешься сделать её максимально качественно. В прошлом году в связи с увеличением количества заказов Алексею понадобились новые станки. Чтобы их приобрести, он обратился в региональный фонд «Содействие предпринимательству», который работает в структуре «Центра мой бизнес», где ему предоставили льготный заим. Токарный станок, шлифовальный станок, который здесь стоит, один станок, у него просто места нет, то есть это проблема. И я их приобрёл, и они стали большим подспорьем в увеличении скорости производства. Займы со сниженными ставками предоставляют в рамках государственной поддержки бизнеса. По программе «Самозанятость» платильщики налога на профессиональный доход могут привлечь заём на развитие своего дела. До 500 тысяч рублей под 1% годовых с максимальным сроком до 2 лет. Альтернатива займу фонда – это банковское кредитование. Но, к сожалению, там ставки по потребительским кредитам очень высоки. И поэтому более льготно и привлекательно привлечь наш займ под 1%. В прошлом году фонд «Содействие предпринимательству» по программе «Самозанятость» выдал 13 займов на общую сумму более 3 миллионов рублей. Заемные средства на развитие своего дела привлекали жители Твери, Балаговского и Конаковского районов, Спировского и Осташковского округов. Запустив данный продукт для самозанятых в 2022 году, мы увидели активность со стороны самозанятых. Это были и кондитеры, это были и парикмахеры, это были и плотники, которые оказывают строительные работы. У нас даже есть сельхозтоваропроизводитель, который выращивает картофель. И является при этом самозанятым гражданином. По мнению губернатора Игоря Рудени, одно из преимуществ льготного займа – это возможность получать государственную поддержку для развития своего бизнеса. Кроме того, переход на налоговый режим для самозанятых позволяет индивидуальным предпринимателям сократить расходы на налоговые платежи. Продолжение следует...